Состоялось очередное заседание Общественной молодежной палаты, в ходе которого были подведены итоги деятельности рабочей группы по вопросу финансирования выездных выступлений окружных спортсменов. Обсуждали также проведение международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» и кадровый проект «Политстартап». Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Заседание Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненинского округа началось с обсуждения вопроса о развитии спорта в регионе. В частности, речь шла о приобщении молодых людей к здоровому образу жизни. Формы проведения мероприятий, отмечают молодые политики, могут быть самые разнообразные. Можно, точнее нужно проводить всякие спортивные фестивали для привлечения молодежи, будущих чемпионов и для популяции спорта и спортивной культуры в округе. Ярким примером для окружной молодежи является лыжник Александр Терентьев. Благодаря его успехам в регионе создана спортивная школа Олимпийского резерва труд. Славится Ненинский округ и знатоками истории. Как было отмечено в ходе заседания, регион по качеству знаний среди других субъектов России вошел в десятку лучших по итогам тестов по истории Великой Отечественной войны и истории Отечества. Эта международная акция проходит ежегодно в рамках федерального проекта молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией». Это включает в себя 30 вопросов. Всего дополнительно у нас в регионе разработаны преподавателями истории техникума 10 вопросов региональных по истории округа во времена Великой Отечественной войны. Сейчас идет проработка вопроса по увеличению количества площадок, создается рабочая группа. В этом году попробовать свои силы в тестировании на знания событий Второй мировой могут все желающие. Акция состоится 26 апреля. Для округа она станет четвертой по счету. Еще один вопрос, который обсудили в ходе заседания, касался реализации проекта «Полистартап». В его рамках молодежь до 35 лет может реализовать свое право быть избранным. На сегодняшний день в проекте участвует 20 человек. В рамках этого проекта молодым людям дается возможность поучаствовать при помощи опытных наставников. В данном предварительном голосовании, то есть, ну, как говорится, на всех основаниях, то есть не просто какое-то участие по нарушку, это самое настоящее участие. Пройти все этапы выборного процесса и, возможно, кому-то из вас выпадет шанс занять один из вакантных мандатов, который у нас появится этой осенью и в городском совете. Но мы ориентируем этот проект на городской совет в первую очередь. Добавлю, в прошлом году в проекте «Полистартап» приняли участие 14 жителей округа. Двое показали хорошие результаты. Павел Окладников стал победителем партийного «Праймерис», а Юлия Храповицкая была избрана депутатом Искательского поселкового совета. Наталья Кислякова, Вадим Сосюк, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...